МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К нам, домой, с чем я вас поздравляю. Как ощущения, в общем и целом, от поездки в Москву? В целом, конечно же, прекрасно. Во-первых, это город Москва сам по себе, он безумно красивый. Было очень интересно прогуляться по улицам, ознакомиться с достопримечательностями. Ну и, конечно, сам наш коллектив делегации очень дружный, сплоченный, и было интересно с ребятами провести время. Сколько дней вы там были? Три дня. Немного для Москвы, с одной стороны, но, видимо, у вас была очень насыщенная программа. Об этом мы поговорим. Сколько человек было в делегации? 20 человек вместе со мной. То есть лучшие из лучших. Сливки студотрядов. Конечно, да. Приехали в Москву. Скажите, а кто решил, что именно эти 20 человек это лучшие из лучших, и именно вам доверили такое серьезное дело, как участие в карнавале шествия? Александр Богданович Карлин дал поручение, чтобы в целях поощрения лучших представителей студенческих отрядов ребята побывали в Москве. Собственно говоря, за это мы ему, конечно, очень благодарны, потому что эмоции от поездки не передать словами. Очень много увидели. Поэтому спасибо большое за такую возможность, что мы смогли там побывать. Давайте поговорим про само карнавальное шествие, но потом уже про другую часть программы. Я так понимаю, что это было основное все-таки. Это как раз шествие. Смотрите, было заявлено, что там будет 45 тысяч человек. Ну, в общем, действительно не 10 было, да? Я так понимаю, что огромное количество людей. Действительно, очень-очень много людей было, конечно. Когда проходит парад в Москве на 9 мая, традиционно Москву перекрывают. Особенно местные жители не всегда этому радуются. В этот раз тоже перекрывали? Потому что 45 тысяч человек с ума сойти. Да. То есть парад двигался от Васильевского спуска вдоль набережной по Москве реки и до Лужников. И вся эта дорога, она была перекрыта на протяжении от 3 до 6 часов. Все это время парад двигался. И, собственно говоря, к сожалению, жители Москвы испытали такие сложности в дорогах. Но мы смогли поучаствовать в параде и пройти этот путь. Но зрителей было достаточное количество? Конечно. Все кричали, махали флажками. Все было очень живо, здорово. Ну, очень-очень все это было ярко, красочно, красиво. Олесь, было сказано, опять же, на сайте Всемирного фестиваля молодежи и студентов, что парад этот тематический. Ну, в самом начале шла колонна, которая воссоздавала парад 1957 года. Потом были парады, которые олицетворяли собой страны-участники этого фестиваля. Скажем, Германия — это кельнерский фестиваль, Япония — это праздник цветения Сакуры, Индия — это холли и так далее. Что олицетворяли вы? — Мы были в качестве студентов. Просто студенты. — То есть вы дали сами себя? — Конечно. Я вам расскажу. То есть, да, изначально, вы сейчас перечисляете, я все это живо вспоминаю, потому что нам повезло, мы видели это все своими глазами. И Японию, и Германию, и очень много других стран, которые были представлены очень ярко, очень красиво. Костюмы — это не передать словами, какие красивые костюмы. Но мы были в качестве самих себя, в качестве студентов. Мы замыкали парад и, так скажем, шли с гордой поднятой головой, что мы можем принимать участие в этом параде. — Ваши костюмы, я так понимаю, были практичные, это бойцовки. — Конечно. — Зато повседневные, зато они прошли, ух, какое боевое крещение. Вы скажите мне только одно, какая-то репетиция была, вы заранее проходили хотя бы небольшой путь, вас выстраивали в колонны, потому что как такую толпу-то огромную организовать? — Ну, координатором конкретно нашей делегации был один из вузов Москвы, то есть мы вместе со студентами вуза Москвы были, и, собственно говоря, пока мы шли на это шествие, нам все объяснили. Там особо ничего сложного не было, главное было правильно выстроиться, улыбаться, идти. — Ну, это у вас получалось на 5 баллов, я в этом даже не сомневаюсь. — Ну, я так понимаю, что это было то самое событие, о котором говорят, будет что рассказать внукам. — Абсолютно. — Отлично. Давайте еще про другую часть программы поговорим. Я знаю, что вы были в Государственной Думе, побывали, да, вам там экскурсию устроили, в Совете Федерации, с кем вы там пообщались, что вы там видели? — Если честно, первый день нашей поездки, он как раз и состоял из Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания. Ну, что хочу сказать. На заметочку. Мы были первыми студенческими отрядами, которые побывали в Государственной Думе в бойцовках. То есть, когда… — Вошли в историю. — Да, нам так и сказали в Государственной Думе, потому что сначала возникли сложности с пропуском, потому что люди не знали, что это у нас за форма. А затем, когда им объяснили, они все поняли, заинтересовались. И, так скажем, по Государственной Думе мы в этот день ходили и ловили на себе взгляды людей. То есть, всем было интересно, откуда мы, что мы представляем. Подходили, смотрели бойцовки, нашивки, спрашивали, что где, что значит конкретно. — То есть, не только вам устроили экскурсии, но и вы такую виртуальную экскурсию по студенческим отрядам и философии тоже устроили думцам. — Да, я не ожидала, что будет такой интерес конкретно, за себя говорю, но он действительно был. Наталья Сергеевна Кувшинова, она организовала встречу с депутатами Государственной Думы. Сказать, что это была очень интересная встреча, ничего не сказать, потому что мы ждали чего-то официального, напряженного, но было живое общение, были подняты важные темы, конкретно по нашему движению в Алтайском крае. Какие-то инициативы пообещали поддержать, поэтому наша экскурсия по Государственной Думе получилась очень полезной. — Олеся, а о чем вы там просили? Говорите. — Во-первых, мы рассказали про нашу акцию «Снежный десант», патриотическую, которая у нас берет начало именно с нашего Алтайского края. Мы про нее рассказали, сказали, что хотим, чтобы масштаб был еще больше, чтобы мероприятий больше. Некоторые депутаты первый раз, правда, про нее услышали, но сказали, почему вы о ней так мало говорите, попросили все это больше освещать информационно. — Уж поверьте, уж в Алтайском-то крае хорошо освещается. — Вот с этим проблем нет, да. — Да. — Что уровень повысить попросили, чтобы до всех эта информация доходила. Ну и, конечно, подняли опять вопрос с обучением бойцов студенческих отрядов по специальностям рабочим. То есть, чтобы корочки давали определенные перед рабочим периодом. — Хорошо. Я знаю, что вы еще побывали в главном испытательном центре испытаний и управления космическими средствами имени Германа Степановича Титова, нашего земляка. Я даже не могу себе представить в своих самых смелых фантазиях, что там можно увидеть, какую технику и какие чудеса. Наверное, то, что в фильмах показывают, чудесные, огромные локаторы и так далее, вот все было там, только живье. — Ну, конечно, космос, он сам по себе очень такая интересная тема, очень обширная, и мимо нее никогда не пройдешь. Город Краснознаменск, Московская область, приняла нас по особенному теплу. Они нас очень ждали, как земляков Германа Степановича Титова. Правда, там было очень много секретных моментов, куда нам не разрешали брать телефонные фотоаппараты. Все воспоминания остались только у нас в головах. — Ну, то есть вы там побывали? — Ну, мы там побывали. — Ничего себе. — Мы были в главном пункте контроля такой навигационной системы, ГЛОНАСС, может быть, слышали, я думаю, слышали. — Может быть, да. — То есть нам рассказали, как она работает, где она применяется. Вся вот эта система изнутри, конечно, увидеть это все, это очень здорово. Как-то, не знаю, эмоций очень много от этого. Сам факт того, что ты побывал там, где мало кому удается побывать, это бесценно на самом деле. — Мне кажется, смысл и философия студенческих отрядов в том-то и состоит, чтобы побывать там, где ты сам еще не бывал и получить как можно больше от этого эмоций и впечатлений. — Конечно. — Чем я вас и поздравляю. В конце, Олеся, один буквальный вопрос. Что вы хотели бы сказать своим коллегам, тем ребятам, которые не поехали, но, наверное, очень хотели бы тоже тем же маршрутом пройти? — Я бы хотела в первую очередь поблагодарить ребят, которые ездили вместе со мной за поддержку, за то, что мы так здорово провели время. Надеюсь, наша дружба не прекратится. А ребята, которые не побывали, у нас, во-первых, скоро будет выездное мероприятие в Якутию, куда отправятся еще студенты, которые хорошо себя проявили. И проявляйте себя, дерзайте, и я думаю, что в следующем году обязательно еще большее количество людей будет поощрено. — Спасибо вам большое. — Спасибо вам. — Дорогие друзья, у нас в гостях была Олеся Елисеева, руководитель делегации студенческих отрядов Алтайского края. Вам всего доброго.